Я всегда ждала одобрения от родителей, от братьев, от сестёр, всё время как... Будь всегда хорошей, да. Никакие эмоции не разрешаются. Я заливусь очень сильно, говоришь, да. Чтобы они меня похвалили, чтобы они сказали, вот молодец, да. Я начала свои границы ставить, и теперь у меня нет друзей и никого, один такой остался. Всем привет, меня зовут Айджамал, мы сегодня решили записать подкаст на тему боязнь от общественного мнения. Сегодня у меня в гостях Бермет, Альбина. Меня зовут Альбина, мне надо говорить в образ. Ну ладно, мне 22. Меня зовут Бермет, мне тоже 22, классно. Мы ровесники. В общем, тема сегодня, ну, зависимость, наверное, по большей части от чужого мнения вообще в целом, да. В зависимости от общества и от чужого мнения тоже. Ну, в основном чужое мнение, да. Потому что многие люди боятся чужого мнения. Ну, я скажу, что сейчас, наверное, нынешнее поколение больше, меньше боится чужого мнения, чем прошлое поколение, да, например. Наши родители намного больше боятся. Да, 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 у нас такой еще ненталитет. Да, да, да. Но сейчас молодежь, она больше стремится не бояться чужого мнения, более независимы от этого. Наверное, некий переход идет, да, именно от этого поколения и наше поколение намного отличается. И вот именно момент перехода, да. И мы, наверное, оказались между золотой серединой, когда и наши родители нас более так воспитывали, да. А у вас были такие моменты, когда вы такие боитесь и чужого мнения боялись, да. Ну, да, конечно. Вы могли решиться на какой-то поступок. Да, потому что ты знаешь, возможно, да, что от тебя человек ожидает, и ты делаешь так, как этот человек хочет, да. То же самое родители, то же самое девочки, да, да, да. Типа, если я сделаю так, он хорошо обо мне подумает, и как-то ты из-за этого лучше. Это когда мне нет общества. Да, да. И это все, наверное, воспитание наше, типа, будь хорошей девочкой, вот эти слова. Ты же девочка. Да. Они нас... Стереотипы. Вот. Ну, как раз-таки мы, что хорошо, мы работаем над этим. Ну, тема психологии, тема вот этого всего, психотерапия, да. Да. Они просто-таки очень хорошо помогают, и сейчас такое осознанное поколение более-менее осознает свои проблемы и пытается решить это, да, как бы. И вот мы как раз тоже самое... Терапию проходим, да, тоже проживаем. Мы стремимся этого пережить. Да. Мы понимаем, что это как-то ненормально, что это мешает нам жить, мешает чувствовать себя более свободно. И из-за этого обращаемся... К определенным, да, специалистам. К специалистам, да, чтобы разобраться в себе, чтобы понять, ну, чтобы нам было легче жить как-то. Так легче живется, да. Чтобы не беспокоиться из-за чужого мнения потом, что он скажет, что он подумает, а как я себя повела, хорошо ли я себя повела вообще. Вот это вот реально раздражает песню. Да. И даже сейчас, как я... Боже, а как я этот... Да. Что я говорю? Нормалее я говорю. Да. Да, общественное мнение, скорее всего... Ну, да, общественное мнение потом влияет на человека очень, ну, на самооценку. Да, вот, самооценка. Да. Она как раз формируется во время детства, да, и если в детстве тебе вот так вот родители говорят там, ой, что там соседи, что там люди скажут. Вот, ой, вот тот дяденька сейчас на тебя плохо посмотрит, это уже в ребенка закладывает какой-то блок, да, я не знаю, как это называется, но он сразу в ребенка закладывает такое понятие, что надо бояться общественного мнения. Если бы этого... Этому нас не учили с самого детства, да, не говорили, вот, смотри, что там люди скажут, он, смотри, сейчас вот этот дяденька тебя поругает, вот так вот, да. Так же нас многие родители, ну, многие родители так и говорят, да, с самого детства, и многие так и взрослеют, да, с этим понятием. Ну, это уже как с самого детства, оно закладывается, и потом это убрать очень сложно, да, если только ты не вырастешь и не поймешь, что это ненормально, тогда... Так и будешь, да, с этого бояться и думаешь, что это нормально, на самом деле это ненормально, да, ну, по мне так это ненормально, лучше исправлять это, да. Ну, даже если это, ладно, так вот получилось, тебя так воспитали, да, ну, все, ты взрослый уже человек, поэтому ты должен сам меняться в лучшую сторону, чем сидеть и обвинять, типа, родных, то, что, да, там, вот так, вот так воспитали, и все. Я теперь такой человек. Да, это не повод там сидеть и обвинять родителей, либо же кого еще, кто тебя воспитал, да, вот, у меня в детстве было такое, да, когда я всегда зависела от чужого мнения, я всегда вот ждала одобрения от родителей, от братьев, от сестер, все время как зайчик в колесе куда-то бегала, чтобы они меня похвалили, чтобы они сказали, вот, молодец, да. Вот, вот, именно многие дети, все дети, они нуждаются во внимании родителей, да. В одобрении, скорее всего. Да, в одобрении особенно, да, и когда еще и закладывают вот это понятие, типа, что там скажут, ты еще больше этого ребенком, этого желаешь, чтобы тебя вот одобрили, там, похвалили лишний раз, и вот. И это на родителях, думаю, как бы не заканчивается, это на работе то же самое, ты ищешь то же самое одобрение, то же самое вот эти. В момент свои какие-то закрывают. Даже боишься, там, своего шефа, хотя. Ну, просто там тоже пытаешься угодить. Да, угодить, лишь бы про тебя хорошо подумали, да. Вначале в детстве это все мелкие проблемы, а потом, когда уже мы вырастаем, это все там очень сказывается на отношениях в семье, когда женщина там выходит замуж и тоже опять боится, вот, то, что ее там не одобрят, семья мужа, например. Да, очень интересная тема за тобой. Да, вот, то, что, и боится, вот, как будто ее, как будто она сама не нужна никому, то, что такой, какая она есть, да, а боится, вот, что ее там семья мужа не примет, да, как-то посчитает ее плохой келинкой или еще кем-то, да. И вот это тоже, если у тебя там самооценка не так, и ты еще и боишься чужого мнения, то тогда тебе намного будет сложнее жить, особенно еще в чужой семье. Удобная, да, удобная, хорошей девочкой всегда будет сложно немного. Нет, наоборот, да, да, сложно, удобная будет на самом деле, да. И себе не угодишь, и другим не угодишь. День, я не знаю, у тебя будет перегорание, у тебя сдадут нервы, и вот от этого такой большой скандал, да, в домах, стресс вот это, от этого и здоровье портится. Может, из-за этого больше разводов сейчас стало. Разводов, да, тоже, потому что люди не открывают себя с тех сторон, ну, свои плохие стороны боятся показать людям, да, хотя они у них есть, у всех людей есть плохие стороны, да. А вот те, кто боятся чужого мнения, хотят только одобрения, они, наверное, не показывают свою плохую сторону, а потом, когда она все-таки есть, то она им не нравится, или вот какие-то конфликты происходят. Да. Из-за того, что ты не показал когда-то свою плохую сторону. Так же и мужчины тоже так делают, да, перед началом отношений, не показывают свою там плохую сторону. Хотя, да, нужно знать и хорошие, и плохие стороны. Да, 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 вот и выход, да, вот и после бытового вот этого всего они узнали, что, ага, он, оказывается, такой, да, а я не знала, раньше он был хорошим, да, вот так вот. Хорошо, что менталитет рушится, на самом деле, типа нельзя женить, ой, после женить бы все, вот это все. Да, как раз таки после женихи все свои, все ваши тараканы, наверное, и вылезут, и вот вы друг друга очень хорошо знаете. То есть именно партнеров, да, друг друга, и на этом фоне вы можете там потом развестись, да, и вот. Если нехорошо у одного человека. Да, поспешили там, да, и еще ребенка, да, звери. Да, и потом уже бояться, вот ребенок есть, и развода потом бояться. Да, и таки живут терпилы, типа, да, терпеть вот это все, конечно. Сейчас, наверное, вот многие перестали терпеть, думаю. Да, поэтому вот раньше же говорят, раньше было меньше разводов, например. А сейчас... Потому что терпилы были же... Да, может, многие не согласятся, да, да, но... У всех по-разному, я не говорю, что все, да, да, но многие... Да, 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 меня не примут обратно, типа, или там... Ну, родители то же самое, тебе говорят, что то, что, ну, стыдно. Да, мне так не говорили, но вот это уят-плот, вот это говорили, конечно. И, на самом деле, Эли все слышала, видела в киношках. Да, ну, слава богу, да. Да, вообще есть такое, этот, когда в детстве говорят же, даже самые такие мимолетные фразы родителей. Гелин Бо Кундо, типа, учись этому, этому, чтобы быть хорошей Гелинкой. Меня не опозоривали. Да, не просто, чтобы быть хорошим человеком, чтобы тебе было удобно, да, жить, а чтобы быть хорошей Гелинкой, да. Вот не для себя, а именно для других почему-то. Вот, даже вот люди, которые строят дома, да, они прямо соревнуются же, говорят, ну, да, да, построим вот на пол. Сейчас построил такой большой дом, чем мы даже, как они, можно построить, да. Да, ну, это тоже, с одной стороны, мотивация, то, что соревнование какое-то, это всегда мотивация, но, да, это нехорошо. Они не понимают истинных своих желаний, в погоне чего-то, еще свадьбы, да, вот эти. Той, той, все деньги, да. Какая роскошная свадьба у моего друга, почему бы мне так не сделать, да. Да, я вообще даже, когда клипы или киношки Крыгызские смотрела, почему-то у всех прям такие идеальные дома, там, чистые квартиры, и все почему-то на Лексусах, да. И это сразу дает понятие людям какое-то, то, что, типа, все должны быть такими. Почему-то не показывают там обычный среднестатический дом какой-то, или машину, да, простую. Именно у всех прям шикарные дома и Лексусы, да, потому что все хотят потом на них равняться, да, на вот это все. И это уже как-то норма, да, то, что, нет, вот эта показуха, это все как норма. Панкуется. Да, да. И многие этому и учатся, многие смотрят эти клипы, кино, да, и почему-то не показывают обычные дома, показывают там именно шикарные дома какие-то. Хотя они не у всех, это нормально, да, а вот, и все вот это смотрят, а потом думают, блин, у меня такого дома нету, и вот так вот, да. И потом начинают загоняться из-за этого. Еще хуже самооценка падает. Сути эти тоже самые, миссограмм тоже самые. Да, да. На других смотришь, и ты говоришь, блин, я 22 года, что, мне ничего не стея. Почему-то родители нас не учат, ну, не говорят, типа, ну, доченька, это ничего страшного, там, главное, не в деньгах или что-то, да. Ну, это с детства нужно было прорабатывать. Да, 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 если бы так говорили бы, то, может, нам было бы проще, да, если бы такому учили, если бы говорили. Дети жестокие тоже, на самом деле. Да, конечно, да. Дети жестокие? Дети жестокие, они психологи, там, действительно. Нет, они в этом плане, типа, буленькие, небуленькие, там, всякие, в школе время же бывает. Просто они не понимают границ, да, если бы их, там, не сказали бы, типа, ну, родители, что обижать других плохо или еще что-то, а дети, они не контролируют себя, поэтому они дети, да, поэтому до 18 лет там не разрешают работать или что-то. Потому что у них настолько еще не сформировалось представление, да, что хорошо, что плохо, да, потому что они то, что видят, то и делают. Поэтому дети жестокие многие, наверное. Честно, заплачу, и весь мир мне принадлежит, да? Да, манипуляция тоже вот эта. Да, прогулять, ну, иметь в виду в школе то, что, ну, дети жестокие, я бы основываю этим, буллинг я бы считаю. Да, да, да. И жестокие реально бывают, и через какое-то время, может, осознают свои ошибки. Это уже 20 с чем-то лет. Да. Ну, это дети, да, конечно. Ну, это проецирование то же самое своих родителей. Да, вот. Родители не уверены, и родители, может быть, там, папа какой-то не такой, или агрессор, диким агрессором был, может быть, да. И дети тоже так вырастают, на сути, некоторые, да, именно парни, которые, скорее всего, у морского пола, они тоже агрессируют на весь мир. То есть это отражение его, его отношения, это отражение, наверное, как бы отношения родителей. Да, вот то, что у него на сердце, например, то, что ему плохо, и он злится на что-то, да, и он выплескивает свою агрессию на других людей, потому что у него у самого что-то там не в порядке, да, он злится на что-то, его или там дома как-то обижают, или ему чего-то не хватает. И вот эту всю ярость он проливает на других людей. Вот в этом, я думаю, причина, да, почему. Я, например, когда я так хорошо себя чувствую, я и не люблю конфликтовать или что-то, да, а когда меня прям что-то беспокоит или злит, я тоже могу на кого-то там грубо как-то ответить, да, и вот я чувствую, что когда мне хорошо, то и я ко всем хорошо отношусь, да, когда мне плохо, я тоже хочу как-то выплеснуть вот это всё, да, я могу там резко кому-то ответить, что-то сказать или даже в конфликт войти, когда я не люблю вообще конфликт, да. Или подумать, что люди скажут, да. Да, 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 и вот один раз так было, и я прям задумалась, блин, реально, как вот действует твое состояние на твой характер или то, как ты относишься к другим людям. К внешнему, нервному. Да. Поэтому, ну, надо, конечно, себя контролировать. В любом. Получится контролировать. Да, не всегда получается, да, и это за право думать. Да, 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 просто если даже к тебе так кто-то обратился, лучше не обращать особого внимания на это, да, типа кто-то на тебя накричал, у тебя весь день испорчен же, да, теперь настроение упало, всё. Ну, лучше на такие вещи, конечно, внимания не обращать, чтобы ты тоже... Да, но в то же время не держать это в себе, потому что, наверное, в этой эмоции, когда ты их замкаешь или вообще закрываешь, и они, ну, блин, это... Они остаются в тебе и как-то съедают тебя, да. И может быть проявиться потом уже на таких других... Или на расстройство. Всё, скапливается, скапливается, и потом бум-взрыв, да, взрыв какой-то там эмоции, взрывается, и ты прям большая ситуация. Или через какие-то болезни тоже. Или тоже, да. У тебя может гордо заболеть, да. У меня ибо такое бывает. Мне тоже много. Это тоже связано с нашим моталитетом. У нас, кажется, когда же мы были легкомысленными, либо же зачем такой всплеск этого, да, эмоций? Вот, эмоции, держи в себе там, не проявляй свои эмоции. Да, да, да. Да, да, да. Многие люди не понимают, что это манипуляция. Я думаю, вообще, довольно сильный человек, это тот, кто проявляет свои эмоции. Да, наоборот, не боится. Ты не боишься проявлять эмоции. Не боишься. Иногда даже слабость проявить, да. Это слабохарактерность, я думаю, слабохарактерность. Если всегда хочешь казаться сильным. Буквально два года назад я думала, что я должна все эмоции сдерживать в себе, не должна там плакать в прелюдях, только говорить, и должна быть все время такой спокойный. Спокойный, да. Ты как будто считываешь бы, да, именно людей, других людей, то, что они от тебя хотят. Да, вот. И не хочешь быть неудобной. Если, например, какой-то человек тебя задел, может быть словами, да, скажем, условно, и тебя ты злит, но ты при этом сдерживаешь себя, потому что ты как бы, ну, блин, что он скажет, ну, не будем проявлять свои какие-то недовольства, говоришь, да? То же самое. Потом вы разрешаете эту ситуацию. Если человек, а ты классный, да, и если он тебя... Я тоже понимаю личность. Да, и вот и общество тоже к тебе начнет по-другому относиться, да, раз ты вот не даешь, ты просто сама не даешь себя в обиду, да, не даешь с собой так относиться, и никто и не будет с тобой так относиться, да, вот все от человека зависит. Если сам человек позволяет кому-то... Допускает. Да, допускает отношение такое к себе, значит, ну, это его устраивает, или он... Ну, у него не хватает сил, чтобы дать отпор. Вот. А если у тебя действительно есть вот характер такой, да, и ты скажешь, нет, мне это не нравится, я так не хочу, да, то если этому человеку хочется с тобой общаться, или если он хочет с тобой нормальное отношение иметь, то он и не будет с тобой так относиться, да, к тебе. Да, вот когда я вступаю в какой-то конфликт, у меня сразу потом после этого конфликта, да, после этого случая у меня такой неприятный осадок остается, что прям на целый день у меня настроение портится, поэтому я тебе считаю то, что просто быть спокойной, не поддаваться эмоциям. И вот насчет конфликтов тоже, да, я вообще тоже вообще не люблю конфликты, и каждый раз, когда я в них вступаю, у меня прям трясет, да, как-то, ну, адреналин вот этот какой-то появляется, и прям меня трясет, и я как будто... Мне это нравится, да? Да, и я как-то говорила психологу, вот я вступила в конфликт, да, ну, типа, ну, это... Я не хотела вступать, да, вообще, но я все-таки нужно было это сделать, чтобы как-то свои границы обозначить, да. Ну, что она сказала? Она сказала, что это нормально, да, вступать вообще в конфликт. И я сказала, что меня трясет прям, да. Блин, меня после этого, мне прям плохо, да, она говорит, это нормально, тебе нужно учиться, да, со временем ты этому научишься, и будет позже намного легче. Ну, не то, что будет легче потом все время со всеми сорси, да, нет. Ты учишься. Да, да. Нет, просто тебе потом будет намного легче как-то свои границы, да, справляться, границы отстаивать, и вот, да. Я стала легче. Нет, я это потихоньку еще видела, типа. Вот, значит, остались только настоящие друзья. Никого не осталось. Никого вообще. Нет, в целом говоря, это такая реальная шутка, да. Да, это просто просто. Я сама лично вот все делала так, как хотят родители. То есть так, чтобы их не расстроить. Я вообще не была проблемным ребенком, да. До 20 лет, наверное, определенно. Потом я тут начала отстаивать свои границы, отстаивать свое мнение, отстаивать свои какие-то... Ну, сама решать, сама принимать решения, да. И тут начался вот этот конфликт, да. Вот. Им что-то не нравится, да. Это было удобно, да? Да, вот именно, да. Так что с тобой случилось? Ну, вот именно, да. Не знаю, после переходного возраста, вроде бы, да, у меня сразу значился какой-то характер. Я сама не понимала. Но мне это не нравилось. Мне не нравилось, потому что моей маме не нравится. Вот. А потом мама мне все время говорила, это джемотно слишком не изменилось, мне не нравится твой характер. Она мне страшно. Будь такой какая-то... Ну, это я в прямом смысле говорю. Мама мне по-другому говорила. Я такая хорошо, я постаралась, чтобы такой такая я была, но не получилось, потому что мне понравилось быть такой, какая я есть. Проделять. Потому что я этого сама себе... Вообще даже не знала, какая я есть. Тебя каждый раз подавляли вот это. Да, да, да. Потом у меня сестра спрашивала, ты хочешь сейчас... Ты что-то хочешь? Говорит, да, не знаю. Пойдем туда сходим. Я не знаю. А ты хочешь дома посидеть? Так, не знаю. Потому что за меня, оказывается, все время решали. Да, да, да. Это не знаю, что... У нас нет своего мнения, да? Уходимся в общество, мнение в общество. Мы даже не знаем, чего мы хотим, оказывается. Да, элементарно. Да, за нас решают, и мы такие, ладно, с этим соглашаемся. Соглашаемся. А если бы нам там с самого детства, ладно, рождение, там, не знаю, давали выбор, да, какой-то, вот выбирая между этим и этим, мы бы примерно знали, чего мы хотим. Ну, например, хочешь вот это или вот это, да? Даже иллюзию выбора дали бы в детстве. А нет, если ты говоришь, я вот это, я еду, я не хочу кушать, он такой, нет, ты хочешь кушать. Да. Вот ты хочешь кушать. Нервы, король, и компот. Хотя я не могу сказать, что я была такая толстушка, помню, что я ничего, я была средняя. Ну, просто один раз, однажды мне сестра сказала, в переходном выбросе, что-то набрала. Ты сразу задела это? Меня это сильно задело. Да. Ну, лёстки просто, да. Я сказала, мне кажется, пока его вноси щучки начали появляться, и меня, как будто вы длили холодной водой. Мне многие могут сказать, ты там чуть толстенькая или ещё что-то, мне всё равно, короче. К заключению, мы хотим со всеми попрощаться и пожелать всего хорошего, да, чтобы вы также не были зависимы от тяжёлого мнения, прислушивались к себе, больше к себе прислушиваться, да. Да, больше, да. И насколько вы будете не прислушиваться, не то чтобы прислушиваться, да, а независимо от чужого мнения, вы настолько будете свободны от своих желаний и своём проявлению. И чувствовать себя намного легче, да. И чувствовать, что вы сами контролируете свою жизнь. Да. Независимо от чужого мнения. Да. Чтобы каждый из вас чувствовал себя, чувствовал свои сильные желания и потребности, а не окружающих. Да. Очень верно сказано. Да. Всем пока, до следующего подкаста. Пока. 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 Пока.